Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Благослови, Душа моя 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 Господи. Но мы не упустим его и сегодня прочитаем, дабы сохранить полноту картины того Евангелия, которое мы изучаем в эти дни, это Евангелие от Луки. Таким образом, сегодня, братья и сестры, мы будем с вами читать Евангелие от Луки, 13 главу с 1 по 9 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу. «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ. «Господин, оставь ее и на этот год, пока я ее окопаю и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Итак, сегодня мы слышим с вами такое евангельское чтение. И его постараемся растолковать. Хотя здесь для нас представляется и вообще упоминает Господь о двух неких бедствиях, о которых точных известий и сведений у нас нет. И мы можем о них только предполагать. Итак, здесь Господу говорят о неких галилеинах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. По-видимому, речь здесь идет о том событии, когда Пилат решил, что Иерусалиму нужна более совершенная система водоснабжения. И он предложил ее построить и оплатить за счет средств храма. Это было разумно, но иудеи восприняли это с яростью. И вот толпа начала собираться, и здесь Пилат, естественно, воспользовался своими полномочиями и приказал римским легионерам смешаться с толпой и эту толпу рассеять. Но, по-видимому, солдаты восприняли приказ Пилата несколько больше и сделали свое дело. Отсюда получилась кровавая резня, виной которой явился сам Пилат. Это вот первое бедствие, о котором говорится сегодня в Священном Писании. Второй же момент Господь упоминает о некой Силамской башне, которая упала на 18 человек и побила их. То есть убила их. Опять же, здесь речь идет, по-видимому, о тех людях, которые работали на водопроводе Пилата. И ненавистные иудеи полагали, что вот эта башня упала на этих людей в силу того, что они стали должниками и грешниками перед Богом. Почему? Потому что те деньги, которые они должны были получить за свою работу, они бы получили от храма. То есть эти деньги были предназначены Богу. А это означает, что они у Бога эти деньги украли. Отсюда они и получили по заслугам, как считали иудеи. Но вот здесь говорит Господь совершенно по-другому. Он говорит, что не думаете ли вы, что эти люди были грешнее всех и поэтому так пострадали? Но если же не покаетесь, все так погибнете. Все так погибнете, говорит Господь. То есть здесь он отчасти уже говорит им о тех событиях, которые случатся позже. Он пророчествует о событиях 70-го года по Рождестве Христову. То есть это событие падения Иерусалима, взятия Иерусалима и разрушения храма. Тогда, когда это совершает римский легионер. То есть Господь говорит, что если вы будете продолжать вести вот эти политические интриги, вести и завязывать вот здесь эту политическую борьбу, то Рим вас всех уничтожит. И вот из этого евангельского чтения следует удивительная и очень сложная парадоксальная мысль, но которую мы отчасти должны понять. Вот посмотрите, оказывается, что грех человека, его страдания не обязательно связаны друг с другом. Но эта мысль нам в общем-то и понятна. Мы с вами читали книгу Иова, где Господь промыслительно дает этому праведнику некие скорби, которые он претерпевает. И вот здесь Господь говорит, что эти люди не были такими грешниками, что попали под эту кровавую резню, которую устраивает Пилат или же та башня, которая предавила и убила их. Это совершилось не из-за греха их, что они не были грешнее тех людей, которые живут в округе. То есть оказывается, что грех человека и его страдания так часто случаются, что напрямую могут быть и не связаны. Могут быть и не связаны. Но грех народа и страдания человека очень часто связаны друг с другом. Удивительная мысль, которую мы слышим здесь из Священного Писания. Грех народа и грех человека отдельного и страдания, простите, отдельного человека очень часто связаны друг с другом. Ведь человек не живет какой-то своей самостоятельной жизнью. Жизнь человека очень глубоко связана множеством нитей с жизнью нации. И отсюда вот те страдания, которые человек может претерпевать в своей жизни, возможно они связаны с той непомерным количеством греха, который присутствует в нации вообще. То есть здесь говорит Господь, что если вы не покаетесь, то все так же погибнете, потому что и эти люди не были какими-то великими грешниками. Это удивительная и парадоксальная мысль, которую сегодня слышим мы из Священного Писания, и пропустить ее, конечно, мы с вами не могли. Но вот дальше Господь говорит нам притчу в 6 стихе. Здесь мы с вами видим две темы. Тему милосердия Божьего и такого грозного предупреждения. Притча о смоковнице, которая находилась в винограднике. Вообще это было необычное явление, когда смоковница находилась в винограднике. Обычно такого не бывало. То есть, что здесь следует сказать? Что смоковнице была предоставлена очень хорошая почва. Очень хорошая почва. Но, как оказывается, виноградарь смотрит на эту смоковницу, а на ней нет плода, и который год на ней нет плода. Но некий раб говорит Господину, оставь ее, мы не будем ее вырывать, еще оставь ее на год, я ей дам еще больше плодородной почвы, обложу ее навозом, окопаю, и тогда посмотрим. Если же она тогда не принесет плода, то мы ее вырвем и сожжем. То есть, посмотрите, с одной стороны, грех этой смоковницы заключается в том, что она не приносит плода. Она берет от жизни, но не отдает. То есть, иными словами, всякий человек вообще обязан жизни. Всякий человек появляется на этот белый свет путем страданий кого-то другого. Он берет от этой жизни все, но не отдает ей. И в этом грех человека заключается. В этом грех и вот этого образа, который мы слышим в сегодняшней притче. Но дальше. Милосердие проявляет раб. Он просит и умоляет Господина, чтобы он оставил ее еще хотя бы на год. То есть, опять же, здесь мы с вами видим тот образ, о котором говорит постоянно Бог, о котором постоянно говорит Господь. Что нам, ну, вот Господь настолько милосердный, что всегда предоставляет какое-то время для покаяния. Так или иначе, всегда оно у нас есть. Всегда Господь так устроит нашу жизнь, что дает нам какое-то время, чтобы мы это осознали и поняли. Но, если же нет плода, то есть, бесплодие, оно приносит беду для человека. То есть, если ты не приносишь доброго плода в своей жизни, то ты должен понимать, что жизнь твоя закончится тем, что тебя срубят. Жизнь твоя закончится. И это та мысль, которая должна быть понятна всякому человеку, в том числе христианину, в том числе человеку, вставшему на путь жизни христианской. Такое удивительное чтение, братья и сестры, в этот день предлагает нам Церковь. Мы с вами читали Евангелие от Луки, 13 главу, с 1 по 9 стих. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава тебе, Боже!